Ну что, друзья, вот оно и случилось. Путин рассказал, каким будет транзит власти в России и рассказал, каким образом будет происходить внесение поправок в Конституцию. И сейчас я вам как бы это все резюмирую, но начать я хочу с эпиграфа от Маргариты Симонян написала, что это самое сильное послание начальника с Крыма, как она его называет, начальник, но написала, не дослушав. В итоге это самое сильное послание за все время. Вспоминается фильм «Обыкновенное чудо», что вы не великий король, а всего лишь выдающийся. Выдающийся, как они его хвалят. Ну и что в этом послании очень характерно, что послание как бы все было завуалировано под борьбу с бедностью. То есть Путин говорил о том, что будем бороться с бедностью, будем давать деньги за детей, горячее питание в школах. Ну в общем, классно, так как бы прогрел аудиторию. Очень, конечно, талантливо выстроена речь. То есть начинается все с какого-то такого очень четкого, хорошего, такого тут нельзя не согласиться. Ну, конечно, деньги за рождение детей, горячие обеды в школах, так классно. И потом он начинает говорить про поправки в Конституцию, и значит, что нам светит. Ну, во-первых, из-за того, что Россия больше не будет подчиняться требованиям международных договоров, можно будет любые репрессии делать. В общем, можно будет с гражданами, поскольку нельзя будет подчиняться требованиям международных договоров в части, касающихся защиты прав и свобод граждан, то, соответственно, эти права и свободы граждан можно будет как угодно теперь попирать. Это первое. Второе, что самое важное, это то, что, ну, там так очень интересно построено его послание, что оно как бы перемешается там ужасное с прекрасным. Даем горячие обеды, но никто больше нас не сможет из-за рубежа защитить от репрессий. Нельзя, значит, иметь иностранное гражданство, но зато все полномочия уходят к госсовету, и, значит, это, по сути, получается неограниченная власть, потому что... Сейчас, сейчас я пролистаю немножко и расскажу вам. Давайте почитаем немножко вот на радио по свободе, очень классное. Да, кстати, по поводу референдума очень здорово, что это будет не референдум, а именно электронное голосование, которое легко подделывается. Прошу прощения, что я немножко затупил. Ну, в общем, как бы получается, что под соусом борьбы за свободу проводится закон о том, что никто больше не сможет помогать репрессированным. Под соусом кормления детей проводится закон о полной передаче власти. Там такая интересная, очень хитрая схема. Типа, что за то, что нам платят за рождение детей и горячие обеды, за это вечный Путин в виде генерального секретаря в госсовете. То есть, вся власть будет передана госсовету через эту реформу. В госсовет сядет Путин, то есть, он уйдет из президентов. То есть, там происходит такая рокировка, что роль президента становится совершенно ненужным каким-то органом, потому что вся власть, по сути, уходит госсовету. Поэтому на роль президента все равно кого посадить. А генсеком в госсовете назначается Путин, и все, и порядок. И не нужно ничего больше менять. Горячее питание от Пригожина в обмен на продление коллективного мандата с изменением Конституции. А, вот интересно, почему они так торопятся, что Путин хочет успеть до выборов в Думу, потому что в последний год полномочий Думы референдумы нельзя будет проводить. И поэтому они стараются побыстрее эти все поправки внести. Значит, и так, если резюмировать его выступление и убрать всю лирику по поводу горячих обедов, денег за рождение детей, и что нельзя иностранным гражданам править нами, то суть такая, что госсовет усиливается очень сильно, все полномочия передаются госсовету, президентская республика ликвидируется, часть полномочий передается в парламент, роль президента становится декоративной, и вопрос преемника теряет актуальность. Вот они как классно придумали. То есть сейчас будут вноситься изменения в Конституцию России, и все, а потом, соответственно, самым главным станет госсовет. И Путин будет вечным председателем госсовета. Путин навсегда.